Всем привет! Это ютуб-канал Татьяна Фельгенгауэр. Собственно, Татьяна Фельгенгауэр. Это я. Большое спасибо, что смотрите, слушаете. Я надеюсь, что подписываетесь, лайкаете и комментируете. Сегодня у нас не понедельничный стрим, но понедельничный разговор. И я приветствую Павла Чикова, главу правозащитной организации Агора. Паша, привет! Сейчас мы проверим, как у нас тут со звуком. И я думаю, что продолжим. Скажи, пожалуйста, вот по твоим ощущениям и впечатлениям, насколько за эти три месяца уже почти войны Агоре пришлось сильно перестроить свою работу и переориентироваться на какие-то другие кейсы, вот скажем так. За эти три месяца пришлось сделать все. Не только перестроиться, а скорее был и остается вал дел традиционных. И плюс еще добавляются новые темы. Ну, то есть традиционно мы работаем по делам о полицейском насилии. Ну и вообще о насилии шире. Это там и тюрьма, и домашнее насилие, и пытки в полиции, и вот эти вот дела. Они никуда не делись, так и остались. Плюс добавилось еще насилие на протестных акциях. Но это такой как бы неполитический проект. И он там у нас 20 лет. Мы продолжаем по нему работать. Протесты – это, собственно, апология. И начиная с 24 февраля люди стали выходить на улицу с антивоенными лозунгами. И выходит ежедневно на протяжении трех месяцев. Первоначально, конечно, были массовые протесты. В первый день, по-моему, там чуть не 2000 человек задержано. Вот ОВД-инфо сообщает о том, что 15,5 тысяч человек всего был ли протокол составлен. Ну вот, примерно полторы тысячи этих дел ведут адвокаты апологии. Это разные инстанции судов. Где-то аресты, где-то что-то. А дальше произошло что? Довольно быстро. Ну, это всем известный пакет законов о военной цензуре, который был принят 4 марта. Я вступил в силу, интересно, неизвестно точно когда, потому что опубликован закон был 4 марта под вечер. Вот. И у нас есть люди, которых привлекают к уголовной ответственности за то, что они что-то запустили 4 марта, но раньше, чем был опубликован закон. А по закону нет времени, с какого начинает действовать закон. Есть только дата. То есть дата, день опубликования. Поясни, пожалуйста, кстати, вот этот момент. Мы знаем, что некоторые законы у нас имеют обратную силу, вопреки Конституции. Вот с законами о дискредитации и о фейковых новостях ты пока не сталкивался с тем, что у них есть обратная сила? Это не совсем обратная сила, если, ну, скажем так, если казуистически говорить, это не совсем обратная сила, но нет, не сталкивался. То есть я понимаю, о чем ты, есть разница между... Словно до 4 марта, да, там вот человека привлекают за то, что 25 февраля он написал «Нет войне, я против, это и значит братоубийственной мясорубки». Таких дел нет. Пока у нас все это, начиная с 4 марта. Очень интересно. Это на самом деле такой юридически сложный вопрос, потому что, например, сегодня или вчера вечером Евгения Альбац опубликовала в Фейсбуке информацию о четырех протоколах на НИО и на Нью Таймс. Как раз за такие высказывания, которые были до 4 марта. Они были по статье другой кодекса об административных правонарушениях, по статье 13.15 часть 9. Это фейки. Это те фейки, которые нам придумали коронавирусные фейки. Это старые фейки. Коронавирусные фейки, да. Да, и это интересно. Они эти фейки используют по военной теме. Ну так, а все дела по 207-й, то есть Уголовного кодекса о военных фейках, а их я уже насчитал 50 подтвержденных по стране, они все возбуждаются, расследуются по схеме коронавирусных фейков. Статья, которая появилась в Уголовном кодексе 2 года назад, и по ней всего за 2 года осуждены 9 человек. Но подход абсолютно идентичный. То есть, если кто-то тогда в 2020 году писал какую-то информацию, которая не соответствовала официальной позиции Министерства здравоохранения или Роспотребнадзора про коронавирус. Ну вот Плющев очень много писал про коронавирус, как известно, да. То есть, чудом избежал, мне кажется, уголовного ответственности, просто потому что такой установки не было. Так вот, те, кто писал то, что не соответствовало официальной позиции по этому вопросу, ну, например, в Кировской области больных коронавирусом нет. А тут и писал, у нас 15 госпитализированных с коронавирусом. Все, это могла быть уголовка. Таким образом, власти пытались бороться с паникой среди населения. Но два года спустя этот подход очень удобен оказался для борьбы с антивоенными протестами. То есть, если Минобороны говорит, что российские вооруженные силы не бомбили роддом в Мариуполе, то всякий, кто пишет обратное, автоматом уголовник. Скажи, пожалуйста, вот по тому, что ты видишь, и ты говоришь, что схема по фейкам такая же, как с коронавирусом. Соответственно, это все тоже типа ВКонтакте, да, какие-то комментарии? Сейчас с этим стало попроще, потому что стандарт доказываний снизился. Сейчас власти стараются не особенно париться по поводу доказывания принадлежности аккаунта. То есть, если аккаунт Таня Фельгенгауэра в Фейсбуке написана фотография Таня Фельгенгауэра, то это как известный доктест в Америке, то это должно быть написала Таня Фельгенгауэра. Даже если это будет 15 разных аккаунтов с твоей фотографией, которые будут писать, и принадлежность которой невозможно установить. То есть, они не верифицируют, они ничего не верифицируют, просто находят человека и судят. Ну, как тебе сказать, они пишут рапорт о том, что они установили, что этот аккаунт принадлежит этому человеку, и это и есть верификация. Ну, пока, скажем так, нет ни одного приговора по этой статье, но что-то мне подсказывает, что проблем с этим не будет. С чем ты связываешь то, что история с фейками по коронавирусам, она пошла не сильно широко, а вот с антивоенными всякими или околовоенными комментариями и записями в интернете, это уже десятками исчисляется. Это же гораздо важнее для российского государства, нынешняя ситуация. То есть, борьба с теми критиками властей, которые не поддерживают специальную военную операцию, она гораздо важнее каких-то там, в общем, антиваксеров, или, как их там называли, или каких-то распространителей панических настроений по поводу коронавируса и так далее. То есть, очевидно же, что политическая значимость нынешнего момента гораздо важнее. То есть, я думаю, что связано это с этим. Прежде всего, ну, да, и желание немножечко запугать или некий такой охлаждающий эффект сейчас на публику гораздо важнее. А это то, что касается фейков? То, что касается дискредитации? Таких ведь дел тоже очень много. Таких дел гораздо больше. Таких дел. Но вот судебные сайты судов показывают, вчера я публиковал пост об этом, 2029 дел административных по стране, это газправосудие и отдельный сайт московских судов, которые не охватываются системой газправосудия. Они говорят вот про 2029 дел. И это число растет фактически за... Теперь эта статья о дискредитации вооруженных сил со штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, она фактически вытеснила традиционную протестную административку. Вот ты у нас известная рецидивистка по статье 20.2, да? То есть вот этой статьи почти больше нет. Теперь любой протест, если он связан с протестом против военных действий, квалифицируется как дискредитация вооруженных сил в России. Тоже интересно, политическое решение или просто удобно по одной статье всех судить? Типа с копом. Я думаю, и то, и то. Я думаю, и то, и то. Ну, кроме того, штрафы повыше по дискредитации и плюс по дискредитации моя перспектива уголовок. И уже сейчас известны 4 уголовных дела. То есть те, кто совершает повторно после вступления в силу штрафа за первую дискредитацию, тем уголовочка. То есть вот сегодня стало известно про первого активиста Владислава Никитенко из Благовещенска, которому избрали домашний арест как раз за повторную дискредитацию. Это статья 280.3 Уголовного кодекса. Пояснить для тех, кто окончательно запутался в всех этих нюансах. Так называемая дадинская статья работает не по такому же принципу? По такому же, но там должно быть 4. Ну, там больше должно быть. А, понятно. Это просто путь короче. Там должно быть последовательно. Этот путь короче, да. То есть через дискредитацию путь получается короче, и поэтому, значит, всем все нравится. Удобно использовать, удобно, значит, сажать. А еще одно, не знаю, направление, что ли. Вы же очень много всегда в Агоре занимались вопросами свободы слова, цензуры, журналистика и прочее, прочее. Вот по журналистам-то это как-то особенно бьет? Или скорее здесь нет смысла выделять их в отдельную группу? Ну, вот по этим, по этим, из этих статей, ну, во-первых, это все про цензуру, да? То есть это пакет военной цензуры. Это пакет военной цензуры, да. Да, да. И это как раз навалилось все на нашу команду, которая занимается защитой свободы слова, которая, в общем, традиционно там вела, я не знаю, там, пару-десять человек, и, в общем, имела возможность как-то глубоко подходить и прорабатывать кейсы. А вот с начала военных действий это просто навалилось сотнями дел, тысячи консультаций, горячие линии, и, в общем, всего прочего. Это стало много. Что касается журналистов, целая группа журналистов обвиняется по статье о военных фейках. Это Андрей Новашов, например, из Сибириалии, он под запретом определенных действий, и его дело сейчас ушло в суд. Оно, возможно, одно из первых, которое будет, так что первой обвиняемой по делу о военных фейках, это будет журналист. Майкл Наки, начиная Андреем Новашовым в марте, заканчивая Майклом Наки, который только что, пусть даже и заочно, но все равно он обвиняемый, там, Александр Невзоров, в конце концов под стражей находится Сергей Михайлов, значит, журналист газеты «Листок» из Горно-Алтайска, и Михаил Афанасьев, значит, журналист нового фокуса в Абакане. То есть это наши подзащитные, и они, собственно, профессиональные журналисты. Михаил Афанасьев, лауреат многих премий, в том числе международных. Так что по журналистам это ударило. Значит, что важно еще, отдельный фокус есть на медиа у властей, это блокировки. И вот «Роскомсвобода» говорит о трех тысячах сайтов, которые были заблокированы, и фактически полная зачистка информационного и медийного пространства. Ну, то есть далеко ходить не будем про «Эхо Москвы», да, ликвидация фактически. Это все тоже в пакете военной цензуры. Ну, и следующий пункт – это традиционный реестр СМИ иностранных агентов. И там, включая того же Алексея Венедиктова и многих других, там Евгения Киселева, того же Невзорова и масса других журналистов, а также там Юрий Дудь и прочие. То есть вот журналисты – одна из самых таких профессий, на которых нацелено это давление. Я еще обратила внимание, не знаю, может быть, это у меня какая-то профессиональная деформация, и я на журналистов больше обращаю внимание, то, как очень быстро решается вопрос о СИЗО. Ну, вот там та же Мария Пономаренко, да, из Санкт-Петербурга, журналистку. Ее вот так вот просто на раз отправили в СИЗО и идут прям по жесткому сценарию с журналистами. Это не с журналистами. Мария Пономаренко, во-первых, не очень журналист, она скорее активистка, и она как раз одна из тех, кто протестовал против всяких коронавирусных ограничений еще два года назад. И она не из Петербурга, а из Барнаула. Ну, то есть задержали ее в Петербурге. Хорошо, петербургский суд. Но дело нет, дело не в петербургском суде, дело в том, дело в указаниях, судя по всему, которые спускались следователем по этой категории дел. Первоначально за военные фейки возбуждали первую небольшой тяжести часть, и у нас есть несколько дел, самых первых, и там люди, ну, под подпиской или даже без меры пресечения. А где-то, начиная с середины апреля, такое ощущение, что прошло указание всем возбуждать часть вторую, это тяжкая статья от 5 до 10 лет лишения свободы, мотив политической ненависти, то есть распространение недостоверной информации о вооруженных силах РФ по мотиву политической ненависти. И это сразу автоматические заключения под стражу. И вот как раз в этот момент с середины апреля пошел вал арестов по этой статье. Несколько девушек в Петербурге, несколько журналистов, которых я уже упомянул, более того, потом где-то, где-то с середины мая новый виток пошел, это заочные аресты. То есть те, кто уехал в отношении них, в то, что суды принимают решение о заочном аресте. Владимир Карамурза здесь стоит как-то особняком или нет? По твоим ощущениям. Не претендуя на то, что ты знаешь точно. Ну, во-первых, да, Владимир Карамурзу, мы не защищаем его и от Владимиров. И правильнее ему этот вопрос адресовать. Он знаком с материалами. По моему ощущению, в отношении Карамурзы был персональный такой жест. То есть в деле Карамурзы власти показывают, что если вы уехали, то возвращаться не надо. Если вы уехали, продолжайте заниматься политической деятельностью, критикуете политический режим в России, то возвращаться не рискуйте, потому что закончите в тюрьме. В целом, по тому, как развивается эта репрессивная логика. Во-первых, видишь ли ты здесь какую-то логику? Во-вторых, можем ли мы сказать, что одна из задач это просто показать, что, ребята, любой, кто выступит, неважно в какой форме, комментарием ли, лайком ли, выходом на улицу с пустым листом или картой мир, вы будете найдены и наказаны. И добро пожаловать в Беларусь. Во-первых, аналогия с Беларусью вполне оправдана. И это еще не конец беларусизации, потому что есть еще какие-то вещи, которые не сделаны и могут быть сделаны. И не исключено, что будут. Во-вторых, логика властей заключается в том, чтобы пресечь любой антивоенный протест внутри. То есть купировать всех лидеров общественного мнения, которые не согласны и генерируют антивоенную и фактически тем самым оппозиционную повестку внутри страны. Что изменилось с начала войны? Кроме всего прочего, много что изменилось, но кроме всего прочего изменилось то, что стали атаковать во-первых от сверхпубличных персон. Это ты про Дудя и Моргенштерна? Ну, не только, но и про Екатерину Шульмана, что менее медийное, и про Алексея Венедиктова, что менее медийное, и в какой-то степени умеренных людей, то есть людей, которые годами старались быть аккуратными в формулировках и точно не радикальные, точно абсолютно не радикальные. Я прошу прощения, поясни, а вот это вот ты кого имеешь в виду? Умеренно? Ну, что значит? То есть то, как, например, описывает всю ситуацию и комментирует Александр Невзоров сейчас и как ее комментирует Алексей Венедиктов. То есть достаточно посмотреть оба телеграм-канала и станет понятно, в чем разница. Разница очевидно присутствует. Эмоциональности значительно меньше радикальности, в эмоциональности, в каких-то акцентах, в этом во всем. То есть условно говоря, вряд ли кто-то мог упрекнуть Дудя в том, что он как-то сильно оппозиционно высказывался прям критически против властей. Дудя сложно назвать радикально настроенным оппозиционером. А уж про Екатерину Шульман тем более, потому что это политолог и политолог, и она описывала происходящее в стране событие со своей научно-политологической колокольни. Тем не менее, я это к чему? Я к тому, что пространство допустимого сократилось и фактически перестало существовать. То есть власти теперь преследуют всех. Если раньше власти преследовали тех, кто против, то сейчас власти преследуют тех, кто не поддерживает. И это такой хороший большой шаг в сторону белорусизации. Но это не окончательная белорусизация, потому что адвокаты и защитники и правозащита пока еще может работать. Это же, наверное, тоже один из таких характерных моментов. Это правда. В Белоруссии фактически отсутствует публичная адвокатура. То есть там практически нет ни одного адвоката известного, которого бы не лишили статуса и который известен был бы своей жесткой позицией несогласия с обвинением и разделяющей позицию невиновности, доказывающей невиновность своего подзащитного. Таких там почти не осталось. Их не так много и было. Это нужно тоже сказать. То есть разгром их был задачей невеликой, но тем не менее сейчас этого почти нет. В России адвокатов пока массово не атакуют. Есть прецедент в виде Ивана Павлова и его коллеги Валерии Ветошкиной, которые включили в реестр иностранных агентов и Павлов еще и фигурант уголовного дела. Пока это не явлением, но я бы не исключал этого ближайшего будущего. С другой стороны, если уж говорить про разницу с Белоруссией, то Белоруссия более тысячи обвиняемых за последние два года по политическим мотивам. Для девятимиллионной Белоруссии тысячи человек это почти все, кто высказался против. В России мы имеем около 150 фигурантов уголовных дел за прошлый год. по следам протестов поддержку Навального и вокруг ФБК и вот это вот все. Ну там открытая Россия, запрещенные и так далее. И ФБК тоже запрещенные. Да, у нас все запрещенные и экстремистские. да. Да, да. И это для товарища 50 новых фигурантов. То есть у нас, грубо говоря, за два года 300, на пока все еще там 40 сколько-то там миллионную Россию. То есть на душу населения политические репрессии уголовные явно значительно меньше, чем в Беларуси. Пока еще. Ну, так и выступлений все-таки поменьше, чем в Беларуси, опять же, в процентном соотношении. Это, наверное. Что еще вот бросается в глаза пока, да, и что может в ближайшее время быть? В Беларуси активно признали экстремистскими и даже террористическими большинство пабликов, в том числе управляемых и там ведомых из-за границы, да, начиная с нехты, заканчивая кучей всяких других тутбаев и прочих. То есть они все паблики, все экстремисты, медиа, не медиа, блогеры, какие у каналы, все теперь экстремизм или даже не звоночек по России прозвучал как раз с чеченского телеграм-канала Один Адат, которого суд в Грозном признал экстремистским буквально вот на днях то ли когда-то в пятницу на прошлой неделе. То есть такой белорусский звоночек в Грозном раздался. А ты считаешь, что у нас следующий этап репрессий это атака на паблике? Я не исключал бы этого, но это та логика, по которой развивалась ситуация в Беларуси. Если мы говорим о том, что мы по многим направлениям совпадаем, то этого наверное стоило бы ожидать. Еще одно направление, по которому вы сейчас работаете, и это тоже такая примета военного времени, связанная с призывом и вот этой вот скрытой мобилизацией. Сейчас поток запросов и обращений он немножечко снизился или это такое вышли на плато, что называется? Снизился, но мы запустили горячую линию по вопросам военной службы в середине марта, ожидая большой поток обращений в связи с началом весеннего призыва, который начался 1 апреля, потому что явно было, уже шло много, несмотря на то, что это не наша тема, это как раз одна из тем, в которой пришлось срочно специализироваться. Хорошо, что у нас есть пара юристов-адвокатов с опытом работы в этой сфере. То есть мы запустили эту горячую линию, и она фактически заключается только в том, что юристы отвечают на вопросы в телеграм-чате. Мы не ведем почти никаких дел, иногда кому-то подсказываем какого-то адвоката, где-то, если есть такая возможность, но в основном это просто информирование и разъяснение действующих законодательства, и на самом деле в 90-процентных случаях это то, что реально нужно, потому что есть очень много заблуждений и явной нехватки информированности о том, как все устроено. То есть первоначально был вал именно потенциальных срочников, и естественно со времен середины 90-х люди опасаются родителей, да и сами подростки опасаются, что их будут бросать в пекло военных действий. Вот это не так срочников не могут по крайней мере сразу направлять, но могут вообще-то могут. И несмотря даже на заявление... Опыт этой войны показывает, что могут, а потом Минобороны говорят, ой, вы знаете, а выяснилось, выяснилось, что там как-то оказались срочники. Это сложная ситуация, потому что по закону они могут, но их могут направить только после как минимум четырехмесячного обучения. То есть, грубо говоря, весенних призывников, которые поехали в армию в апреле, не могут сразу направить в Украину, но могут направить осенних. И по закону могут. А дальше мы на это накладываем публичные слова верховного главнокомандующего и министра обороны о том, что срочников направлять не будут. И у нас с адвокатами в чатике был такой вопрос. Слушайте, а вот их вот эти заявления, которые они там где-то опубликовали, мы их куда, как их пришить куда-то? Ну, то есть, обращаются, например, родители срочников. Это что? Это не указ, ни распоряжение, ни приказ, ни документ. То есть, юридическое точки зрения это как бы ничто. С другой стороны, вроде бы, это как-то слова двух людей, ну, там, начальники генштаба только не среди них, но они юридическую силу на самом деле не имеют. Вот в чем интересно. И поэтому, и поэтому, когда, если срочники там оказываются, то как бы и жаловаться, ну, один адвокат сказал, ну, то есть, вот, наверное, надо жаловаться в администрацию президента. Вот, ну, то есть, вот это такая ситуация. Потом, потом был, потом был вал обращений, когда пошли слухи разговоры, связанные с мобилизацией. Хотя, это были прямо панические настроения, связанные с мобилизацией. Да, 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 да. Хотя, я не знаю источник их на самом деле, то есть, это было ли это подано там, самими властями, или это как-то само родилось, но просто разного рода мобилизационные мероприятия, они идут все время, они и в мирное время идут, потому что, потому что есть такое понятие, как мобилизационный резерв, людей, которые, которые прошли службу в армии, некоторым из них по определенным специальностям им предлагают стать резервистом. Что значит стать резервистом? Это заключить контракт, ничего не делать, жить обычной жизнью, работать там и зарабатывать деньги, но при этом еще получать небольшое денежное удовольствие ежемесячно. Вот. И в нужный какой-то момент ты будешь одним из первых, кого позовут. И поскольку никто никакой войны никогда не ждал и никогда никакой мобилизации не было, то многие под это подписывались. То есть вот эти действия, они идут перманентно. И сначала этой самой операции полетели из военкоматов всякие разные мобилизационные предписания, то все, пятое, десятое. И люди, конечно, в этом контексте уже по-другому стали на это смотреть. И у всех пошла баника. Но ты склонен это воспринимать скорее как такую бюрократию фоновую, нежели реальный повод паниковать? И потому что вооруженным силам явно не хватает личного состава, но они явно не хотят объявлять мобилизацию, не всеобщую, не частичную. Они хотят ограничиться контрактниками, то есть теми, кто добровольно заключил контракт, соответственно, выразил свою волю и желание ехать и воевать. Потому что все прекрасно понимают и в Минобороны тоже, что людей, которых насильно тащат в окопы, моральный дух будет ниже нуля. И поэтому это сложнее. Поэтому сейчас везде организуются вот эти пункты мобилизационные, то есть где можно пойти в торговых центрах. У нас марафон идет на марафонах. Вот эти новости, которые прививку от коронавируса, теперь можно записаться в армию. В армию, да-да. То есть как в Америке, то есть когда это же как по Америке, все у нас все из западного демократического мира, свободных старан все перенят. То есть в Америке приходишь на Таймс-сквер в Нью-Йорке, да, и там большой-большой призывной пункт стоит. То есть можно записаться в армию НАТО, значит прямо там не отходят газ. Ну, то есть гражданам России нельзя, конечно, а американцам можно. Теперь вот и в России тоже лучшие международные практики. Хоть в чем-то лучшие международные практики можно обнаружить на территории Российской Федерации. Мне кажется, нас это должно изрядно порадовать. И отдельно радует то, что они не пользуются успехом конкретно вот эти практики. Судя по всему, не могу знать точных цифр. Еще я хотела у тебя узнать, может быть, ты можешь пояснить правовой статус того, что происходит с пленами САЗОВ-стали. Потому что вот сегодня глава так называемой ДНР, которую, впрочем, Российская Федерация признала зачем-то, заявил, что пленных САЗОВ-стали отдадут под, цитирую, международный трибунал, но при этом на территории ДНР. Их там будут, значит, как-то судить. С правовой точки зрения вообще это как? Это возможно? Нет? Когда пошли разговоры про этот международный трибунал, мы, у нас есть главный международный юрист, Кирилл Крайлович, мы с ним сейчас немножечко пропал звук, Паш, про Кирилла Кратева, подробнее еще раз расскажи. Новость по поводу этого международного трибунала ДНР пошли вопросы от журналистов, и мы с главой международной практики Агоры Кириллом Кратевым обсудили нашу позицию по этому вопросу. Он юрист международный, и я тоже юрист международный. Мы оба пришли к выводу, что этот вопрос не имеет никакого отношения к международному праву. Ну, то есть, с точки зрения международного права, создание международного трибунала ДНР ничего не произошло. При создании ничего не произошло. Вот так. Это единственное, что можно сказать. Это не связано с международным правом. Это событие не про международный прав. По твоему, опять же, ощущению, да, я не знаю, там, как-то связывались с вами, не связывались, помощь юридическая или какая-то еще. А вообще, во-первых, в каком правовом статусе могут находиться пленные с завода Азовсталь. И какие-то вообще могут быть перспективы. Их могут там готовить на обмен или их будет судить тогда кто? Российский суд или как? Как это может быть? Я ничего специального про эту историю не знаю. Я могу только сказать, что с точки зрения как раз международного права, международного гуманитарного в данном случае права или право вооруженных конфликтов называется по-другому, эти люди являются военнопленными. Вне зависимости от того, как их называют российские власти, представители ДНР и как угодно, а кто угодно еще. То есть они с точки зрения гуманитарного права являются военнопленными, на них распространяются Женевские конвенции 1949 года в полном объеме. Потому что это вооруженный конфликт с точки зрения международного права, то, что происходит сейчас на востоке Украины. Причем он международный вооруженный конфликт, потому что в него это отдельные термины международного права, потому что в него вовлечены два государства, как минимум, может, еще и Беларусь. И в этом смысле они с точки зрения международного права военнопленные. Точка. Что с ними будет происходить? Это вопрос в меньшей степени юридический, в большей степени политический, дипломатический, а также дипломатический в том смысле, что их пленение было результатом двусторонних договоренностей, о чем обе стороны заявили. Обе стороны также заявили, что они не собираются раскрывать детали этих договоренностей. Поэтому мы не знаем, о чем они договорились, мы не знаем, таким образом к чему это в перспективе приведет, приведет ли это к чему-то. то есть я бы не воспринимал происходящее с этими военнослужащими в настоящее время как что-то такое, что будет иметь какие-то дальнейшие стратегические последствия. То есть это некая картинка, которую демонстрируют. Но просто хочется тут добавить, тоже есть же какой-то контекст, то Азов объявляют террористической организации, их объявили буквально сразу же. Еще нет, еще нет, еще нет. 26 мая будет заседание Верховного Суда России по этому вопросу. Я буду крайне удивлена, если это решение не будет принято. Но неважно, хорошо, вот собираются объявить Азов террористической организации, там Володин значит наговорил 40 бочек арестантов по поводу того, что делать с пленными. При этом еще вот тоже наверное ты сейчас поправишь мне, военно-пленные могут быть вне зависимости от того объявляла ли Россия войну официально или это спецоперация. Да, потому что есть вооруженный конфликт. вот этот весь контекст, он важен или нет? Все вот эти вот объявления терроризмом и прочие заявления спикера Госдумы. Украинские власти говорят, что не важен. Но для российских властей им очевидно важен. Для российской аудитории воспринимают то, что говорят российские власти, следовательно, это возможно тоже важно. Это какие-то доказательства победы и военных успехов российской армии и так далее. То есть они долго бились за контроль над Мариуполем и вот все читались об этих военных победах и результатах. С правозащитной точки зрения имеет большое значение, чтобы эти люди содержались в достойных условиях, человеческих условиях. Им была оказана медицинская помощь, которая им явно многим необходима и они не подвергались всяким там пыткам и истязаниям. А насчет каких-то юридических процессов и так далее, то есть мне не очень понятно даже, как логистически организовать юридическую защиту там 1700 человек, насколько я понимаю, их там было. То есть как бы это физически невозможно. Это я даже не очень хорошо представлю. То есть чтобы было понятно, в большинстве регионов России меньше тысяч адвокатов. я имею в виду региональные палаты, небольшие палаты, это вот как. То есть их как-то надо размазать, то есть ни в каком ДНР такого количества адвокатов просто в принципе нет, а каждый человек имеет право на адвокат. Это надо найти 2000 адвокатов с тем, чтобы они защищали их в рамках уголовного дела. Если они содержатся в следственных изоляторах, тогда должно быть решение суда по каждому из них и по каждому об избрании меры пресечения в виде стражи. Мне это юридически не очень понятно, как это все организовано. Доступ никому у адвокатов из них, насколько я знаю, нет, по крайней мере публичной информации об этом никакой нет. Так что я не знаю, как это будет. Это очень трудно организовать. С другой стороны, сегодня мы увидели, как молниеносно закончился суд над Вадимом Шишмариным. Это российские военнослужащие, которого судили в Киеве, который всех потряс фразой «я выстрелил, чтобы от меня отстали». Вот ему сегодня в Киеве суд дал пожизненный срок за убийство мирного жителя в Сумах. И сразу возникает вопрос, а что, будут менять, не будут менять? В другом, конечно, масштабе мы уже видели, да, историю с Александровым и Ерофеевым, которых потом меняли на Надежду Савченко. Можем ли мы по твоим впечатлениям, наблюдениям говорить о том, что, да, тоже будет какой-то фонд обменный, понимаю, что цинично звучит, но тем не менее, да, что там будут люди, здесь будут люди, все это будет как-то меняться. Или, вот, судя по тому, что мы слышим от российских властей, дела нет никому до этого несчастного Вадима Шишимарина, и будет он сидеть там за убийство в Киеве? Во-первых, он признал вину. Да. И он признал вину в полном объеме, и, в общем, такие дела, где человек признает вину в полном объеме, они долго не рассматриваются. Это и российская практика в том числе, да, то есть, зачем тратить время и силы на изучение доказательств, исследование доказательств, если допросы всяких разных свидетелей и прочее, если человек признает вину. Я не знаю, признавал ли он вину на следствие, я думаю, что тоже признавал. Поэтому это одно важное обстоятельство, отвечающие на вопрос, почему так быстро. Второе обстоятельство. Обмен это не юридическая процедура, Тань. То есть, обмен воиннопленными это не юридическая процедура, а какая-то процедура? Это какая угодно. Политическая, дипломатическая, военная, но у нас ни один закон не регламентирует порядок обмена какими-то заключенными. Такого нет вообще. это акт дипломатии всегда? Или, я не знаю, война это дипломатия, что ли? То есть, это скорее там... Война это провал дипломатии как раз. Ну вот, да, то есть, обмен военнопленными же был в течение этих трех месяцев и неоднократно, то есть, там меняли и до этого меняли, и 8 лет назад меняли, и сейчас меняли. То есть, то, как, например, проходило... Я знаю, я про Савченко знаю меньше, но я знаю лучше про Олега Семцова и его команду, Геннадий Афанасьев и Кольченко. То есть, это наши подзащитные были, и они получили там от 10 до 20 лет лишения свободы по делу о теракте. Вот, и они сначала освободили Афанасьева через указ Путина о помиловании. Это был указ Путина о помиловании. Так же, как освобождали Ходорковского указ Путина о помиловании. Ходорковского уже ни на кого не меняли, Ходорковского уже помиловали, вывезли и сказали «Иди, иди, больше не возвращайся». Вот, значит, Семцова с Кольченко вроде бы меняли вместе с военными моряками в Крым, которые там пытались их там захватывали. Вот, то есть, как здесь будет, я понятия не имею. То есть, еще раз, эта процедура законно не урегулирована. Это и сугубо двусторонние переговоры. Там у нас время от времени кого-то меняют каких-то шпионов на шпионов. И как это там, какими секретными указами оформляется, это неизвестно. Уголовно-процессуальный кодекс таких способов освобождения не содержит Тань. Там про это ни слова не сказано. Я, нет, я не предполагала, что в УПК это как-то сказано. Я подумала, что может быть где-то в международном праве есть некая общая процедура, где, ну, там, какие-нибудь, не знаю, рамочные соглашения, еще что-то, да, то есть, это где-то хотя бы как-то обговорено, как это существует все. Обмен моими попленными возможен, конечно, но это, как бы, но еще раз, это, это в каждом случае абсолютно уникальные истории, которые обсуждаются, которые согласовываются долго, в деталях, во всех возможных. Это, это вот так, это не, это не урегулировано специально никак. Знаешь, мы, когда еще существовало Эхо Москвы, сравнительно недавно, периодически разговаривали с тобой в утренних эфирах, когда ты выдавала очередной прогноз. Ты у нас был одним из главных, на самом деле, прогнозистов. Очень плохо, потому что прогнозы твои сбывались каждый раз. Тут, мне кажется, даже ты немножечко не докрутил свой пессимистичный прогноз. Можешь скорректировать его как-то в свете всего происходящего? Ну, такой самый мой известный прогноз осени 2017 года на следующий президентский срок Путина, который начался в марте 2018 и продолжается, еще будет продолжаться до марта 2024 года. То есть, мы находимся во второй половине этого срока. И из него сбылось практически все 10 пунктов, кроме введения смертной казни. Правда, здесь пошли разговоры о том, что возможно, это тоже они решат этот пункт повестки моего прогноза исполнить. Тем более, что еще пару лет до конца есть срока, поэтому я еще жду. Но войны там не было. И войну, конечно, войну никто не прогнозировал. Войну, вернее, кое-кто говорил, и очень интересно сейчас переслушивать какие-то песни группы, я не знаю, анакондас или порнофильмы или каких-то таких чуваков, которые оказались 2-3-5 лет назад очень чувствительны и очень такие проницательны, вот правильное слово. они говорили, они пели про войну. То есть вообще какие-то разговоры об этом они все-таки были, но вот в дискурсе в таком нет и не было. Поэтому это немножко оправдывает то, что я не спрогнозировал конкретно войну. Сейчас, к сожалению, приходится признавать, что дальнейшие шаги какие, что дальше будет. К сожалению, дальше тоже ничего хорошего пока не будет. Сейчас это уже почти однозначно. То есть я думаю, что мы будем идти по этой дорожке еще какое-то время, все зависит от того, как долго. Я не склонен считать и разделять какие-то оптимистические прогнозы относительно того, что через 2-3 месяца полгода, год, полтора, два что-то кардинально изменится. Мы тут даже с Андреем Захаровым из BBC поспорили на ужин в лучшем ресторане в любой европейской стране. Он сказал, что в течение пары лет все закончится, а я сказал, что нет, скорее всего, это будет ближе к 10. Потому что с Донбасса прошло уже 8, из Крыма прошло уже 8. Уже 8 лет прошло, мы уже находимся 8 лет в некотором перманентном полувоенном состоянии. Сейчас, конечно, все ускоряется, но я думаю, что это будет еще довольно долгая история. и судя по тому, что предпринимают российские власти, то есть никаких признаков какого-то желания это все закончить с их стороны нет. Вопрос только в том, насколько, как велика прочность у, я не знаю, у политической системы, у экономики российской, с тем, чтобы выполнять все социальные обязательства эти, ну и продолжать как-то завинчивать эти гайки. Как ты думаешь, вот продолжать завинчивать гайки, то, о чем ты говоришь, и ты сказал, что раньше брали всех, кто против, теперь всех, кто не поддерживает. Значит ли это, что потом будут брать всех, кто просто молчит, а потом всех и тех, кто даже поддерживает? Я думаю, нет, я думаю, что люди просто начнут, возникнут какие-то не связанные с войной непосредственно события, а эта история, в которую мы провалились три месяца назад, она будет обуславливать все стороны жизни внутри России. То есть это потихонечку, это такая воронка, которая вовлечет все остальное. То есть те люди, которые сейчас, которые никогда не следили за новостями, были аполитично подчеркнуты, а таких подавляющее большинство, это где-то там, это меня не касается, я в это не вмешиваюсь, вот у меня свой маленький бизнес, своя там, я не знаю, своя кафешка или своя какая-то история, или там, я инстаблогер, а подожди, как бы инстаблогер, но общий смысл такой, что у меня как бы есть какой-то свой мирок, в котором я живу, и остальное меня не касается, вот этого будет становиться все меньше, потому что эта общая ситуация будет проникать в те сферы, которые раньше были защищены, и люди будут сталкиваться с какими-то серьезными изменениями, ухудшением ситуации, цены, пропадающие продукты, пропадающие некоторые классы чего-то, или, например, уже пошли признаки роста уличной преступности, краш из магазинов, да, то есть пошел вал, уже уже фиксируется, да, это официальные данные, ритейлеры об этом сообщают, грядет неизбежный всплеск угонов и кражей автомобилей, потому что нет запчастей, потому что спрос будет обеспечиваться за счет угона и разборки на запчасти и все остальное, то есть есть некоторые такие вещи, сферы, которые будут неизбежно резко расти, контрабанда, контрабанда неизбежна, контрабанда неизбежна, серый рынок и всего прочего, это все, это все попрет со страшной силой, приграничные страны, которые более-менее с прозрачными границами, Казахстан, Кыргызстан, ну, Кыргызстан не граничит, Но остальные, это будет просто вау-эффект. То есть это просто пока еще... Ты еще скажи, за валютные спекуляции сажать будут? Про валютные спекуляции я ждал этого, но этого пока не происходит. И не очень понятно почему. Возможно, потому что валюты особо на руках у людей нет, либо они не готовы с ней расставаться, потому что их не устраивает этот курс. И поэтому пока такого сильного... И инфляции пока такой нет. Ну, я имею в виду, все помним начало 90-х, как это было. То есть я к чему? Я к тому, что постепенно эти последствия начнут проникать в новые сферы, в медицину, из которой будут уходить... Да, там, я не знаю, я маме своей говорю, мам, бегом делай свои зубы, потому что пока еще есть зубы в стоматологии импортные, с пломбами и со всем остальным оборудованием надо делать, потому что этого всего скоро не будет. Вот. И люди начнут по этому поводу что? Возмущаться. Это не будет политический протест. Это будет протест... Это будет протест локальный, возможно. Это будет протест вот такого плана. И власти будут начнут бороться с ним. Растет уже недовольство родителей и матерей, прежде всего военнослужащих, которые там гибнут, страдают, пропадают, их тела не находят, компенсации не выплачивают, такие сообщения приходят. Вот таких становится все больше и больше. И по мере роста числа погибших... Ну, то есть мы же читаем это все. То, что публично становится, да, про крейсер там и про остальных. Вот. И это тоже будет расти. Это будет восстанавливаться. Это уже было неоднократно в России со времен Афганистана и первой чеченской, все эти солдатские матери. Я думаю, что ренессанс движения солдатских матерей неизбежен, но власти это тоже понимают, и, соответственно, они тоже будут целью давления. То есть вот будут новые формы условного протеста или, скажем так, недовольства. И власти будут бороться с ним. И бороться они будут привычными методами, репрессивными. Конечно, 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 конечно. Вот знаешь, что еще важно было сказать? 20 статей Уголовного кодекса задействованы за три месяца в отношении людей, протестующих против военных действий. 20. Все те, которые раньше были экстремистские, оправдание терроризма, на посягательство на жизни сотрудников правоохранительных органов, клевета, чего там только нет. Там все технологии, которые раньше... Даже это создание организации, посягающей на права и свободы граждан, смешная статья, которая была чуть ли не впервые, ну не впервые, но на самом деле громко, использована против ФБК Навального. Она была тут же расчехлена в отношении протестной группы «Весна». И то есть, грубо говоря, сейчас весь спектр, все технологии, которые наработаны, были протестны за последние годы, они сейчас активированы против тех, кто против войны. Я боюсь, что нам придется заканчивать это интервью словами Сергея Смирнова «будет хуже». Хотя, казалось бы, хуже некуда. Ну, оставаний для оптимизма, к сожалению, стало еще меньше. И я совершенно не склонен рассуждать по поводу того, что будет после, потому что совершенно непонятно, когда это после произойдет. То есть, я бы, наоборот, призывал всех крепиться и готовиться к неприятностям. Если вы планировали давно поехать куда-то, то поедьте. Если вы не хотите рисковать, не высказывайтесь публично, потому что сейчас любое публичное высказывание равно давлению и преследованию. Мне часто пишут в Ричку, в Телеграме «Павел, а как выразить свою позицию так, чтобы не подвергнуться преследованию?» Я говорю «никак». Это сейчас невозможно. Сейчас нельзя высказаться критически по отношению к властям без риска какого-то наезда. Это может быть в лучшем случае штраф, в худшем случае тюрьма. Потрясающее завершение разговора с Павлом Чиковым. Павел, спасибо за оптимизм, надежду. Мы все ждали именно этого от вас. Нет, на самом деле, реальная оценка того, что происходит, гораздо важнее, чем пустые надежды. Надо трезво оценить все риски для начала. Невыдаваемое желаемое за действительное и не уповая, не иначе и диагнозы. Нет, все правильно. Все правильно эта тема. Такова жизнь. Спасибо большое, говорю Павлу Чикову. Все ссылки на разные проекты Агоры вы найдете в описании к этому ролику. И да, сейчас тот самый момент, когда надо поставить лайк, написать какой-то комментарий и всячески распространить интервью с мудрейшим Павлом Чиковым. Всем спасибо и пока.